Всем привет! Этот выпуск посвящен NPM, менеджеру пакетов для Node.js. Модуль NPM идет вместе с стандартной инсталляцией нода. Если вы поставили ноду, то NPM вы поставили тоже. И в этом модуле, кроме всего прочего, содержится консольная утилита, которая дает удобный доступ к громадной базе данных модулей, поддерживаемой сообществом. Сейчас на главном сайте NPM мы видим 33 тысячи модулей. Из-за достаточно много, с одной стороны. С другой стороны, это ни о чем, поскольку многие модули давно заброшены и не разрабатываются. Но даже если их вычесть, все равно полезных модулей очень много. И, как правило, если есть стандартная программистская задача, то модуль для ее решения мы вполне можем найти. Это первое вообще, что надо сделать. Поискать готовый модуль. Сейчас нашей задачей будет понять, что же такое эти самые пакеты, с которыми работает NPM. Для этого мы сейчас познакомимся с программистом, которого зовут Василий. Василий сидит за своим компьютером, и только что он создал замечательный модуль. Назвал его SuperModule, и Василий хотел поделиться этим модулем с другими людьми, конечно же, используя NPM. Для этого Василию недостаточно просто создать директорию с модулем, нужно еще создать здесь специальный файл описания пакета, с названием package.json. Этот файл содержит самую главную информацию о том, что за пакет здесь находится. Name. SuperModule. Как правило, имя модуля совпадает с названием директории. И версия здесь самая, что ни на есть первая. Если Вася достаточно ленив, то он может не создавать package.json руками, а воспользоваться вызовом NPM.init. NPM.init спросит основные характеристики пакета. Name, Version и так далее, так далее, так далее. И сгенерирует package.json. Вот. Основные поля вот эти. Дополнительные мы с вами еще посмотрим чуть позже. Итак, теперь package.json готов. И можно опубликовать модуль в центральной базе данных. Для этого существует команда npm publish. Если сейчас ее вызвать, то будет, как видите, ошибка. Потому что, чтобы опубликовать, нужен юзер. Поэтому Вася набирает npm add user и создает юзера. npm отправляет соответствующие запросы. И выжделенного юзера Вася получил. Теперь вся работа с npm будет от имени этого юзера. Это конечно же имеет значение, только если Вася как-то работает на изменения с центральной базе данных. Для установки модуля это не нужно, а вот для публикации как раз очень важно npm publish. npm publish делает запрос к базе данных и отправляет туда Васин модуль. Ура! Отлично! Модуль создан. Теперь кто угодно может его поставить. Ну а Вася, конечно же, если он залогинен, может вносить в него изменения. Для того, чтобы посмотреть команды npm, можно набрать npm help. Здесь достаточно много команд. Мы использовали add user и publish. Кроме того, есть команда unpublish, которая удаляет модуль. Есть команда login и ряд других команд, многие из которых мы в дальнейшем посмотрим. А в это время, где-то далеко-далеко сидит Петя. Петя пишет проект. И в этом проекте ему нужен модуль, который должен быть просто супер. И Петя хочет его найти в базе данных npm и он пишет npm search или просто npm s. SuperModule. npm s подтягивает изменения в базе данных в локальный кэш и потом делает поиск. В данном случае в качестве супер модуля во. Аж вон сколько всего нашлось. И конечно же нашелся модуль Васи. Обратите внимание. Ну да, тут хорошо бы в модуле, чтобы readme было, но модуль нашелся. И почему-то Петя хочет поставить именно его. Он пишет npm install или просто npm i SuperModule. npm скачивает модуль из базы данных и ставит его куда? В директорию NodeModules. Вот. Появилась эта директория и в ней находит супер модуль от Васи. И теперь Петя конечно же может сделать require. И запускаем. Отлично. Вот модуль пригодился. Обратим внимание на небольшую тонкость, связанную с местом установки модуля. Вернемся в консоль и видите, тут в конце npm i написано куда поставился модуль. Например, Петя сделал директорию db и перешел в эту директорию и захотел поставить какой-то модуль в ней. И он нажимает npm install SuperModule. Например тот же, не важно какой. И обратим внимание, что модуль поставился вовсе не в текущую директорию. То есть смотрите, здесь директория db как была пустой, так и осталась. Модуль поставился чуть выше в директорию . . NodeModules. То есть вот сюда. Где он собственно уже и был. Почему так произошло? Очень просто. Когда npm ищет место для установки пакета, то она сначала ищет специальную папку NodeModules в текущей директории, потом выше, потом еще выше и так далее. То есть она идет вверх по иерархии в поисках NodeModules. И если она найдет эту директорию, то вставит в нее. Либо она ищет файл package.json. Тоже она его ищет. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Если найдет, то делает NodeModules там. И только если не NodeModules, не package.json выше не найдены, то оно делает NodeModules в текущей директории. Смысл всей этой затеи в том, что в какую бы директорию я не запустил npm install, она будет подниматься выше, пока не найдет корень проекта, обозначаемый либо package.json файлом, либо NodeModules. Именно в этот корень проекта оно будет ставить. И как правило, это поведение и есть то, которое наиболее желательно. Ну а что если я все-таки хочу поставить модуль, именно в DB. В DB и никуда еще. Очень просто. Достаточно NodeModules руками сделать. Теперь, если я в DB набираю npm install, то оно найдет NodeModules сразу и поставит его именно сюда. Не пойдет искать выше. Со временем Вася выпустит новый модуль. Для того, чтобы Пете обновить этот модуль из репозитарий, достаточно набрать команду npm up. npm up проверит новые модули, которые есть в NodeModules. В данном случае только один модуль, оно проверило и никакого обновления не увидело. Ну а если бы увидело, то обновило бы его до нужной версии. Наконец, если Вася надоело использовать SuperModule, то он может либо удалить его из NodeModules руками, либо он может набрать команду npm remove или npm air SuperModule. Итак, мы рассмотрели основной жизненный цикл пакета npm. Начинается он с команды npm init, которая создает package.json. Затем вызывается adduser и publish, которые публикуют этот пакет в центральной базе данных, которую также называют репозитарием. И теперь тот, кто хочет поставить этот пакет, может при помощи npm search поискать его. Обратите внимание, серенькими здесь выделяют то, что не обязательно набирать. То есть можно просто набрать npm s. Наконец, npm install поставит модуль по названию. npm update обновит его и npm remove удалит. Если npm update вызовет без модуля, то есть просто npm up, она обновит все модули, которые только есть. Ну и наконец, npm help, тоже отличная штука, позволяет получать встроенный help npm. Иногда там достаточно интересные вещи, например, если посмотреть npm help search, то тут есть такая штука, что можно искать не просто по ключевым словам, а по регулярным выражениям. И наконец, еще небольшое дополнение по базе данных, по репозитариум. Центральный репозитарий, как вы видели в урлах, в примерах, это вот, registry npm.js.org. Это база данных в системе coach.db, в которой содержится как раз мета-информация про модули. То есть, например, я захожу в супер-модуль, и здесь, видите, содержится информация о модуле, информация из его package.json здесь содержится, и ссылка на файл с модулем. Этот файл тоже находится в базе, он был загружен туда автоматически в процессе выполнения команды npm publish. Обращаю внимание, все, что загружено в этот регистр является открытым для всех. Ну а что, если мы работаем в компании, которая не может прям таки все публиковать открыто? И при этом мы хотим использовать npm для того, чтобы внутри компании удобно работать с пакетами. Для этого мы можем поднять свой собственный корпоративный npm-репозитарий, и уже работать с ним, npm настраивается достаточно просто. Если вас это заинтересует, то здесь есть инструкции по тому, как что ставить, вот здесь на github. Либо альтернативный вариант можно воспользоваться сервисом iris.npm, который как раз предоставляет закрытые npm-репозитарии для компаний. На этом мы заканчиваем с общей информацией по npm. Дальше мы будем более глубоко изучать package.json и пользоваться модулями из этого хранилища.